Первым заместителем главы курорта, исполняющим обязанности мэра, назначен Алексей Копайгородский. С сегодняшнего дня у Анатолия Пахомова истекают полномочия градоначальника. На новый срок он принял решение свою кандидатуру не выдвигать. Губернатор края поблагодарил Пахомова за плодотворную работу. За 10 лет под его руководством город стал олимпийской столицей и международной политической площадкой, где проходят мировые события высокого уровня. Я хочу сказать, что благодарен Анатолию Николаевичу за это решение, за то, что сегодня Сочи стал современным, безусловно. За то, что под его личным руководством шла подготовка к олимпийским играм, проведение олимпийских игр. Также чемпионат мира по футболу тоже под его непосредственно личным руководством шла подготовка и чемпионат мира по футболу, и проведение. И много-много-много еще событийных мероприятий, которые, наверное, стали информационным поводом не только на всю страну, а на весь мир. Ведь Сочи сегодня эта площадка совсем уже не спортивная. И даже, наверное, не культурная. Это площадка политическая. Та площадка, где встречается наш президент России со многими главами государства, где проходят очень серьезные события, резонансные на весь мир. Форумы, саммит. Вы без меня знаете, насколько богат календарный план Сочи на такие события. Поэтому все это, безусловно, в том числе и заслуга мэра, коллеги, и заслуга всех вас. Это большой команды мэра. Поэтому я хочу сказать, что и вам спасибо огромное, коллеги, и всем вам за сегодняшний результат. Важно, чтобы и жизнь местных жителей не отставала от того высокого уровня, на который сегодня претендует Сочи. В городе есть немало проблем, и они требуют скорейшего решения. Например, в строительной и коммунальной сфере. Губернатор отметил, что перед новой командой стоит задача сделать город комфортным не только для туристов, но и для сочинцев. Я хочу представить вам исполняющего обязанности главы города Сочи, мэра Сочи. Это Алексей Сергеевич, заместитель мой по внутренней политике. Человека, которого вы тоже знаете, который полностью погружен в проблематику сегодня Сочи, как и проблематику в целом, конечно, всего края. Но Сочи – это, я уже сказал, тот город, который всегда на виду, и не только у страны, у всего мира. Поэтому здесь его внимание к Сочи и позволило ему максимально погрузиться в те проблемы, которые сегодня, безусловно, в Сочи тоже есть. Сюда приезжает огромное количество отдыхающих. По итогам этого года практически более 6 миллионов, практически к 7 миллионам мы приближаемся. Но ведь нужно еще помнить о том, что в Сочи еще живут и люди, горожане, сочинцы, которые тоже хотят, чтобы они жили в городе, где бытовые проблемы максимально так же комфортно решались. Потому что они тоже должны ощущать, что они не обеспечивают тех, кто приезжает сюда отдыхать, а в первую очередь живут в своем городе, красивом городе Сочи. Впервые в истории Сочи мэра выберут по новым правилам, не всеобщим голосованием граждан, а решением депутатов городского собрания курорта. Решение депутатского корпуса станет известно уже завтра.